Девочка-пай Все началось в глубоком детстве, тогда, когда я ходил в детский сад. И, главное, получилась такая интересная история с того момента, вот я как бы свое детство и запомнил. Можете представить, сидит Надежда Самуиловна, играет на фортепианах. Ну, сидят дети, ну, сколько у нас в группе, человек 20, может быть, 25-30 человек. И все сидят, поют. Ну, я вместе со всеми детьми сижу, тоже поют. Ну-ка она играет, 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 распространяется. Опять останавливается. Играет, играет, опять останавливается. Вы кто прислушали? Воспитатель говорит, не могу понять, кто из них. Ну, люди, я не шалил. Кого она там ищет? Ни сном, ни двух. И они начали по одному вытаскивать всех детей. По одному петь песню. И когда очередь до меня дошла, они вдвоем меня как вцепились. Вот он! Ну, что я натворил? Это не я. Это он, говорит, попадает в ноты. Посмотрите, у него получается. С этого момента, с детского садика я так понимал, что это мне очень близко, это мне не нравится. Не говоря уже о школе. Потому что дело в том, что в школе я вообще учился вот просто лафа. Потому что вот когда я в школу заходил, все идут на занятия, я в актеровый зал, да, у меня даже ключ был в актеровый зал. Мы с другом, с Димкой заходили туда и начинали играть. Раньше была такая вещь, смотры патриотической песни, смотры художественной самодеятельности во всех школах они проходили. И я из 20 номеров выступал в 19 номерах, практически во всех номерах. Поцелуй, школьный двор. Человек должен понимать свое предназначение, не так ли? Зачем он здесь? Знаете, этот вопрос я задал, наверное, тысячу-тысячу разным людям. У меня даже где-то опросник есть, мне люди отправляли на e-mail свои ответы. Каждый ответ был очень разным. Ни один не сошелся, у всех был разным. Ну, есть там определенное, что принести людям пользу. Никто вам не мешает принести людям пользу прямо здесь и сейчас. Познать себя, еще что-то. У меня на этот счет было свое понимание, свое видение и свой ответ. Я сюда пришел как в путешествие. Посетить планету Земля, почувствовать и горе, и радость, и предательство, и дружбу. Соленое и сладкое, холодное и горячее. Все прелести жизни. И посмеяться, и поплакать. То есть это эмоции. Я пришел сюда, наверное, скорее всего, за эмоциями. Вот. И поэтому не бывает хороших или плохих эмоций. Они все одинаковые. Просто чувствуем их по-разному. Поэтому у меня был свой ответ. Я пришел сюда для того, чтобы попутешествовать. Никого не спасать. Никого. Знаете, вот зачем человек в кино ходит, да? Получает какую-то эмоцию. И так же вот. Здесь только в таком другом масштабе, можно сказать. И это же чудесно. Но знаю одно. При всей этой фишке, при всем этом раскладе, это кино для всех рано или поздно заканчивается. По этому поводу я же читал стих, я не помню. Я точно знаю, что медленно я умираю. Какое счастье, вот везение, я ухожу в другое измерение. Вот, поэтому я не помню, недавно буквально прочитал у одного из интересных таких, Эдгар Толи, по-моему, писал. Не воспринимайте жизнь серьезно. Относитесь к этому намного проще. Поэтому, говоря о философии, говоря о каких-то вещах, которые там прочитал, ну, мое появилось на этот счет свое определенное мнение, видение-понимание. Я никого не заставляю идти, следовать за мной. Я выставляю какие-то свои вещи, свои понимание. Нравится, не нравится. Это ваше личное дело. А делать из этого, писать революционные какие-то трактаты, вот это правильно, вот это неправильно. Мне кажется, этого не стоит делать. Мои родители улетели за границу. Это 1985 год. Это немыслимо улететь за границу. А я заканчиваю школу. Мои родители ни сном, ни духом, чем я занимаюсь. Я один в городе остался. Я пошел. Я играл в ансамбле. У нас был свой собственный ансамбль. Я понял, что у меня не было музыкального образования, школьного, вернее, музыкальной школы. И я решил, что я пойду поступать в музыкальное училище. Шансов у меня было, наверное, 99%, что я не поступлю. 1% было из того, что я поступлю. История удивительная. Я прихожу туда, у меня вот такие длинные волосы. Я очень городской вообще пацан сам по себе. Это Мойку-Дуки, прогуглите, такой хулиганческий район вообще. Чикаго такое место. Я и Генн Головка вообще вместе с Мойку-Дукой. Я приезжаю в город, в музыкальное училище. Хочу поступать. Захожу в приемную комиссию. Здравствуйте, здравствуйте. Я вот на гитаре играю. Да, хорошо, у вас есть музыкальное образование? Нет. Ну, вы после какого класса играли? После восьмого класса. Не, на гитару вам нельзя. Там только после десятого. Есть определенные какие-то положения. Я говорю, а куда я могу поступить? Ну, есть вот один шанс. Ну, не знаю, навряд ли. Казахское отделение Домбра пойдете? Я говорю, пойду. Причем я вообще не умел играть. Ну, никак. Я вот даже инструмент руки не держал, можно сказать, практически. Никогда. И, говорит, кстати, у них вот в пятнадцатом кабинете сейчас идет прослушивание. Идите, загляните туда. Я стучусь такой, говорю, здрасте. А это же казахское отделение. Надо, говорит, салмазка сдарма. Я говорю, здрасте. Вы, наверное, путаете, молодой человек. Вам на контрабас надо с такими подламываться. Нет, нет, я вот на Домбру. И проходит предварительное прослушивание. И всех по одному просят играть. Я смотрю, они здорово очень играют. У них очень поставлена постановка, техника. Дали мне инструменты. Я как на гитаре там. Ты вот так вот еще сел. Ну, все дружно посмеялись и так. Я так понимаю, что на их лицах написано. У этого парня нет шансов. Домой еду на автобусе. Здесь у меня ноты. Здесь у меня Домбра. Приезжаю домой, открываю. А я же ноты не понимаю. Базы музыкальной школы нет. У меня друг Димка. Я уже про него говорил. Он на баяне играл. Он музыкальную школу закончил. Он с баяном по облице бежит ко мне домой. Мы дома настраиваем инструменты. Он знает, он на балалайке играл в оркестре. Он знает, что это на кварт он настраивается. Он говорит, тяни, тяни еще выше. А вот так вот. Все, мы ели, настроили. Строили, Тебенка, поехали дальше. Так, ля, иси, ля, иси, ля. Ищи здесь ноты. Я ищу здесь ноты. Мы просидели с ним целый день. Я на память заучил, запомнил весь куй. Ну, как мог. Я не знал. Во-первых, нужно правильность. Я боюсь здесь показать. То есть нога должна быть как-то так. Вот, примерно, да, спинка выгнута. И вот кисть, она вот должна. Вот это правильная постановка на добре. Но я сидел далеко не там. Я прихожу на вступительный госэкзамен. Они смотрят на меня. Ой, этот тоже приперся. Потлатый. Я захожу, говорю, здрасте, здрасте. Я вот поступать в музыкальное училище. Ну, давай. Играй в общую программу. Я кисть играл. Я сыграл этот, как его, этюд. Вот таким образом я поступил в Карагандинское музыкальное училище по классу Дамбры. Вот, примерно, как-то так я стал студентом. Родители прийтили из-за рубежа. И, к их удивлению, я уже стал студентом. Вот, к примеру, скажем, человек сталкивается с той или не определенной задачей, незадачей. В основном это же отношения людей, когда появляется недобрый сосед, или кого-то кинули на деньги, или еще что-то. Прожить этот этап, осознать, как в школе. Получить определенный опыт, перелистнуть эту страницу и идти дальше за новыми эмоциями. Тогда к человеку приходит какой-то опыт, когда он стукается. То есть, бывает, такие ситуации у людей довольно часто происходят, когда такое ощущение, как будто ходишь по кругу. Вот, с одним человеком отработал, вроде бы, кажется, а ситуация повторяется, просто человек другой. То есть, мы не осознали, значит, определенные какие-то уроки. Осознавая эти определенные уроки, а когда мы делаем выводы, мы переступаем на следующий уровень. Это один из этапов. Следующий момент такой, что корень зла всегда находится в тебе внутри. Не тот человек, видимо, что в тебе не так, что потому что в тобой так вот происходит. Делая этот анализ, спектральный анализ, тогда ты приходишь к пониманию, а почему так, почему это, что с тобой не то, почему со мной это происходит. То есть, не надо искать в зне виноватых людей. Виноват ты сам во всём. Винить никого не стоит. Как бы там ни было. Весь мир, проекция, находится, зарождается в нашем сознании. Вот в этой черепной коробке. Здесь есть некий софт, программное обеспечение. Мы же проецируем, мы это воспринимаем. Вот поэтому всё очень просто. Они здесь ни при чём. Это ты здесь при чём. Но опять-таки, разумность, разумность тоже. Как его воспринимать? Где есть мерила этой разумности, никто не знает. И на самом деле, что правильно, что неправильно, тоже никто не знает. Некоторые живут по одному принципу, считая, что это правильно. Другие считают, что это у каждого, как говорится, своя правда. Но есть истина. Она находится где-то между, посередине. Вот она и является на самом деле истиной. Поэтому, говоря о разумности, тоже очень непросто это всё сказать, непросто это объяснить, потому что у него широкий спектр понимания, что значит есть хорошо, что есть плохо. Очень сложно в этом моменте, в контексте дать определённое какое-то точное утверждение. Когда человек перестанет двигать какие-то свои материальные потребности на планете Земля, возможно, произойдёт этот эволюционный скачок. Потому что кто-то хочет управлять миром, кто-то хочет управлять другими людьми, кто-то хочет управлять цельными ценностями, кто-то хочет заполучить все эти ценности и быть богатейшим человеком для того, чтобы в свою очередь управлять другими людьми. То есть, когда это закончится, а это не закончится никогда на нашей планете, поэтому мы, собственно говоря, здесь и родились, получить именно этот опыт. Конечно, хочется, чтобы там были все люди разумными, духовными и так далее, но нам тогда нужно будет жить на другой планете. Тогда нам нужно будет жить в другом измерении. Тогда нам нужно будет оставить эти материальные тела. Почему они называются материальные тела? У вас же материальное тело, вы же его можете потрогать? Материализация. И здесь всё построено на материализации. Почему есть деньги, почему есть то, что можно купить, то, что можно продать, материи. Поэтому пока мы здесь на планете Земля, это не закончится никогда. Никогда не закончится. Потому что обязательно кто-то найдётся, кто хочет над кем-то доминировать, что-то получить больше, быть лучше. Такое некое соревнование. Поэтому моё понимание, опять-таки, возвращаясь к тому, что не осуждая другого человека, позволить им быть таким, какой он есть. Возможно, я себя готовлю к проявлению другой жизни, скорее всего. Вот и всё. Но очень благостно воспринимаю всё, что вокруг меня происходит. Я просто наблюдаю за этим. И мне нравится этот процесс наблюдения. Так весело. А как родители вообще относились к вашему увлечению музыкой? Они были против того, что я занимался музыкой. У нас очень много, думаю, было разговоров, серьёзных разговоров. В плане того, что какую ты выберешь в жизни профессию? Я говорю, музыканта. Ну, это понятно. А профессия какая у тебя была? Я говорю, музыканта. Нет, музыкант – это не профессия, это хобби, скорее всего. Я говорю, нет, я вот к музыке всё-таки. И они, мама говорит, да оставьте его. Поиграй, поиграй, ты бросай. Чего, мы не знаем его характер, что ли? По их понятиям к тому времени, в советское время, ну что такое музыкант? Самая лучшая завершающая каденция – это вот кабак вот с такой бородой, ну, может быть, где-то там выпил вина, и вот на этом всё закончилось. К тому времени, конечно, казалось, я самый умный, я всё прекрасно, сам всё знаю. Естественно, взрослые люди говорили. Я, естественно, прислушивался к ним, но дело всегда по-своему. Но я на это тоже не жаловался. Шишек, конечно, на дым предостаточно, их было там много. Но, вы знаете, мне дало такой некий жизненный опыт. А уже в будущем, чуть-чуть немножко, когда стал взрослее, я попал играть в свой собственный дом. У нас был ресторан прямо в моём доме. Это было советское время. Он был единственный, который работал до часу ночи. Получилось так, что приезжает один знаменитый музыкант, «Карагандинский». Он работал, кстати, в Санкт-Петербурге тоже работал. А я как раз только уже собирался куда-то дёргать. Он говорит, давай я тебя отвезу в Алмату. И Валерий Чижма меня отвёз в Алмату, привёз домой другому музыканту карагандинскому, Акнай Шоматов, привёз к нему домой, оставил так, говорит, вот этот парень будет жить у тебя дома. Вот так я и остался. Потом я попал в группу «Досмуха» сам. Музыка «Когда я уже будучи, так сказать, прибывший по рекомендателям письма с Валерием Чижба, как на её шомат, он говорит, домой». И он меня через три месяца отвёл домой к Мурату Хусейнову, говорит. А он работал тогда в «Досмуха» и говорит, вот я вам привёл мальчика, на клавишах играет, поёт, на гитаре играет. Возьмите его в группу. Ну, Мурат Ага меня послушал, говорит, нормальный пацан, поёшь – пою. Как казахша, поёшь – пою. Ну, что, спой? Ну, так, спел. Ну, ладно, сыграл, ну, сыграл. О, ништяк, всё, говорит. Через неделю на гастроли уезжаю. Всё, и так я попадаю в государственный ансамбль «Досмуха» сам, 1990 год. И в сентябре месяце мы выехали на наши первые гастроли в город Уральск. Для меня просто счастья не было предела. Я так мечтал гастролировать, так мечтал ездить. И, вы знаете, я считаю, что вот «Досмуха» сам в моей жизни сыграл тоже очень огромную роль. Для меня это была такая перевалочная база, практика хорошая. Там довольно очень зрелые взрослые музыканты играли к тому времени. Вообще не было понятия фонограммы. Вы знаете, всё это вот оттуда идёт. Я там отслужил три года как в Марфоте. Не два, а три года. Три года я прослужил в группе «Досмуха» сам. Жил дома у Мурата Кусаинова, народного артиста Казахской ССР к тому времени. Плюс ко всему кавалер ордена фурмет, лауреат премии и так далее, и так далее, и так далее. Я его называю «Король казахстанского рока». Так вот я с Басмихласаном объездил практически все уголки нашей необъятной родины. Нет ни одной точки, ни одного района, ни одного совхоза, в котором я бы не был. Я был практически не интересен. То есть, с Мухасаном мы даже ещё умудрились ездить на гастроли в Монголию на автобусе. Период развала Советского Союза, 92-й год. Мы сели на автобусе и выехали из одной страны, а выехали уже вдруг в республику, можно сказать так, независимую. Ну, короче, как-то это было всё в эпоху перестройки, в эпоху перемен. И в моей жизни большие перемены происходили. И в жизни не только моей страны и так далее. Когда некоторые говорят, я так устал от популярности, я так устал от... Там такая есть неправда. Это всегда приятно, это всегда хорошо. Когда тебя узнают на улице, когда ты можешь сфотографировать, когда ты можешь людям подарить радость. В этом есть чудо. У меня есть одна песня в репертуаре, в которой создалось сотни семей. И даже происходило так, что именно под эту песню я женил половина Казахстана. «Теннис под дождём». Это был гимн всех влюблённых. Это очень здорово. Ну, когда-то, там, 30 лет тому назад, мы спели эту песню. Она повлияла на ход истории, возможно, на мировоззрение. Это же здорово. Они стали хорошими людьми. Это же прекрасно, в общем. Мы же не спели там какой-то шансон такой с бандитским понятием вообще. Ну, это какая-то была добрая песня. Классно. Люди её послушали, запомнили. И в них каких-то подогревает положительные эмоции. Классно. Ну, я за этим не ставил какие-то там определённые планы или корысти. Ну, сделал, сделал. Людям понравилось. Ну, классно они получили от этого удовольствие. В этом есть прелесть всего. Ну, хорошо же это. Доброе дело сделали. Значит, там тебе труд. Сейчас начинают выходить на международную иллюстрацию под таланты из Казахстана и поражают всех своим талантом. Ну, мне кажется, ну, в первую очередь я этому очень рад. В первую очередь я этому рад. Не только из-за того, что там, ну, по этносу с одного региона. Да не в этом дело. Это происходит в целом развитие всего, да. И это, знаете, вот мы в определённое время прожили в каком-то неком таком закрытом вакууме. Возможно, это уже мочкануло просто, взорвалось и выплеснулось на весь мир. Почему бы и нет? Ну, может быть и так. И это очень чудесно. Это отрадно, это очень радует. И меня в том числе, и многих людей, и музыкантов. Это здорово вообще. Просто классно. Некоторые говорят, что Иванбеку вот повезло. А вы как относитесь к его опросу? Отнюдь не без этого, конечно. Оказаться в нужном время и в нужном месте – это тоже залог счастья и успеха. Я скажу немножко больше. Он очень талантливый человек. И поэтому, я так понимаю, что всемирно-космический разум, он именно сыграл такую с ним, такую интересную вещь, да, что простой парень из Павлодара, вообще из глубинки. В этом городе Аксу я не раз бывал и не раз выступал на стадионах. И каждый год мы там на ферросплавном заводе давали концерты. Возможно, он находился из ряда наших слушателей, да. Но то, что он делает, это на самом деле очень талантливо. Это что-то новое, это очень здорово. И меня в этой всей истории радует то, что его заметили и то, что он выстрелил. Вот в этом просто есть кайф. Молодец. Если специально что-то делать, обязательно ничего не получится. Можно переусердствовать. Можно наработать себе определенные какие-то навыки, быстро сыграть, четко спеть. Там, да, это какие-то механические вещи, да. Есть очень много замечательных певцов, которые хорошо слышат, здорово, быстро играют и так далее, и так далее. Но почему-то успех минует их. Окажитесь в нужном времени, в нужном месте и пусть вам повезет. Вот что я могу сказать. От человека зависит. Каким он мир весь этот знает, таким его воспринимает. То, что он надает, то и взамен получает. Поэтому сама цель, она должна определяться, на мой взгляд, какими-то нематериальными вещами или недостижением каких-то целей. Потому что пути у них могут быть разные и по головам придется ходить. Но это не есть, как бы, хорошо. По одной простой причине. Каждое ваше движение, каждое ваше слово, каждый ваш поступок, он отвлекается вам обратно. Поэтому делайте. Аллах вас вознаградит, наверное, я так думаю. Скорее всего, так и произойдет. Расслабьтесь. И получите удовольствие. А Димаш? Димаш – это вообще уникальное явление, можно сказать. Вообще не относил бы его конкретно именно к казахам. Или не относил бы его к постсоветским пространствам. Он имеет очень широкий диапазон своего голоса с профессиональной точки зрения. Он имеет определенную внешнюю харизму. Это уже как понимание продюсерского мышления. То есть это пазлы сошлись. Поэтому тоже оказаться в нужном месте и в нужное время с нужными людьми – это тоже замечательно. Потом, мне кажется, на мой взгляд, он достоин этого. Я прекрасно знаю его родителей, знаю его семью. Она очень замечательная семья. И поэтому по-другому не могло быть. Очень здорово, что мы не смешиваем здесь политику. Это меня больше всего радует. По одной простой причине. Любое в мире государство, любое, в первую очередь, воспринимается по их культуре. Раз. По их этносу. Два. Когда мы говорим «итальянец», мы сразу слышим такую музыку интересную. Где-то вот сразу у нас в голове, что это этнос играет в нас. А потом уже где-то там сицилийская мафия или еще что-то уже там. Это уже какие-то прикладные вещи. Все-таки культура – двигатель всего в первую очередь. Поэтому развитие культуры в любом ее проявлении, в любом ее государстве – это очень здорово. Это, в первую очередь, мир. Это то, что необходимо сегодня всеми людям. Это самое главное. Один мудрец красиво жил. Его соседом ослик был. Мудрец молчал. Немного говорил. Зато осел орал И всю округу горлом брал. Мораль той басни такова. Хозяином собственной судьбы Бывают разные ослы. Ты молча делай, как мудрец дела. Не будет похожа на осла. 93-й год. Меня приглашают работать в Карагандинскую филармонию. Я там благостно выступаю. Уже стал, получил некий лагеряст. У меня были свои уже какие-то музыкальные записанные номера. Получала своя программа. И как-то вот тут вот тоже получилось так. Не совсем можно сказать благостно. В одной из, так сказать, вечеринок с моими друзьями мы попадаем немножко не в приятную историю. У нас получилась драка на юго-востоке. Майкбук с городом схлестнулся с юго-востоком. И меня протыкает ножом, попадает в бедро. И я попадаю в больницу на целый год. И в 95-м году вернулся в Алмату обратно. Вот так неудачно. А может быть, удачно. Вы знаете, я приехал и получилось так, что очень грамотные люди. Мы рекомендовали поступить не в Топушевскую консерваторию, а настоятельно. Тетя одна, родственница, она заставила меня получить высшее образование. Ну ладно, кем хочешь стать. Давайте актерская тогда пойдем. Захожу на актерская. Ну чувствую, чуть-чуть не мое. Я уже сдал туда документы. Я долго не думая, взял все документы, перебежал дорогу и сдал их в консерваторию на менеджерское отделение. Тут же женился, получается, с Анарой. Буквально через два месяца я встречаю Анару, любился и, как говорится, и женился. И бросил консерваторию. Сразу же. До Нового года не дотянул. Полгода. Мы, получается, поженились. На следующий год я снова в Аплу. Поступаю. И вот как-то вот так вот так вот так вот все пошло. Я уже устроился к тому времени работать в музыкальной студии. Опять дядя Мурата работал в музыкальной студии, аранжировщиком работал. Пока я сидел, писал музыку аранжировщиком, у меня было очень много клиентов, заказчиков, певцов. Ко мне приходили за аранжировками. Медео приходил, Эрмбаев, Кадролей Балманов приходил. А я сидел, экспериментировал. Одну песню пою. А-а-а, на три голоса пою. Не подходит, потому что, когда ты поешь один на три голоса, получается такой некий хорус. Медео зашел, я говорю, вот эту партию спойла, но он поет. Когда я зашел, он споет. Я говорю, слушай, у нас неплохо получается, говорю. А-а-а, у нас тут одно выступление есть, я говорю, давай, может быть, втрою выступим, песню записали там, уже помогли какую песню. Вот вы же пели. А-а-а, ну да, точно. Ну, пойдем. А-а-а, а что оденем, кстати? Как раз фильм вышел, Люди в черном. Ну вот, пойдемте, есть пиджаки черные? Да, есть. Вот там я видел водолазки черные в ЦУМе. Пойдем, купили водолазки, вышли в очках водолазки, что-то, и вышла статья. Трое в черном. В газете вышла статья в караване, я помню. И вот это было наше первое выступление. Потом нам так понравилось, мы попробовали записать еще одну песню. Там шила. И вот в нашем круге получилось так, что Кадролеон постарше, поопытнее. Медео замечательный певец, исполнитель. Мы начали записывать еще другие песни. А потом нас куда-то пригласили на стадион. Потом пригласили на другой стадион. Все начало срастаться. Когда Рэли начал находить больше спонсоров, у нас появлялись костюмы, у нас начали появляться крипы. Мы начали очень-очень сильно стали востребованными. И каждый раз это были стадионы. Каждый раз мы путали города, потому что мы умудрялись выступить в Актюбинске, перекусить где-то в Казаларде. Улететь в Атраус, переночевать в Атраус, перевалочный. Куда-то оттуда быстро на такси в Актаус. Актаус снова в Чемкент. В Чемкент приезжаем в Кустанат. В Кустанай кричим «Привет, Чемкент!» Я говорю «Нет, мы, говорим, находимся в Петропавловске». Вот да, вот таким образом мы летали, гастролировали. И вы знаете, даже были такие моменты. Я вот недавно тоже вспоминал, дочери рассказывал. Когда мы проездом даже ехали в другие города, я мимо своего дома проезжал. Я не мог домой заехать, потому что у нас, смотрите, цейднов, вообще времени нет. Вот так вот мы прожили, пролетали, провертолетили, так сказать. Вот так вот я не заметил, как у меня уже два ребенка родилось в том времени. Вот у нас все были гастроли, всю дорогу мы гастролили. Рассказывай, как это было с твоей стороны. Ты же с той стороны была двери. С моей стороны все было вообще банально. Поехала, значит, в Алмату поступать в консерваторию. И будучи абитуриенткой, будучи студенткой, познакомилась. Вот с Ерланом мы познакомились. Но интересен был сам момент именно, сам факт знакомства, да. Он у нас вообще в консерватории уже ходил такой звезда. Известный человек. Вот. За ним уже носились там девочки. А мне он абсолютно, ну, в общем-то, ну, я на него не обращала внимания. А у меня как-то был неинтересен. Ну, его, наверное, это, ага. Это, наверное, как он сейчас говорит, меня это и задело, что ты на меня не обращала внимания. А когда меня увидела, сразу меня влюбилась. Сразу причем. Еще сама призналась, скажи, первая. Я же дверь толкнул, я выходил так, пара карагандинский с консерватории выходил, и ногой дверь пнул. Мы заходили, мы заходили. Я выходил, а она с подругой заходила? Мы с подругой заходили в консерваторию. И она вот только потянулась за ручкой, чтобы открыть дверь. А дверь открывается как бы на человека, который открывает дверь. Наружу, да, скажем так. Она только взялась за ручку, хотела только ее открыть, и эта дверь вдруг почему-то ей в лоб резко ударяется. Я выхожу, а кругом звезды лежит. Он по ту сторону выходит из консерватории, и нет, чтобы открывать дверь как человек, он ее пинает. я говорю ты что дурак что ли и прям ей вот так в лоб это дверь она такая села это первое слово которым я ему говорю ты чё дурак что ли чё дверь не умеешь открывать ну чё пинает дверь это о чём вообще говорится это вообще не воспитанность все так и познакомились он готова девчонки девчонки ой простите давайте там кафе мороженое там куда хотите и все до сих пор и пошли мороженое понимали в тот момент не совсем чтобы так сразу не было то есть мы еще дружили у нас там был момент дружбы мы ходили вместе то гуляли по парку ухаживание ухаживал момент ухаживания и говорю пойдем музей восковых фигур покажу она идет и молчит и говорит я такой не люблю я так как раз этот у нас приехал всемирно известный этот музей восковых фигур я думаю странно как она не любит он только приехал сегодня первый день она говорит там всякие пушки самолета будут игру смысле пушки ты же предлагаешь музей войска нет не войсковых фигура восковых фигур и грани пошли же не знает короче я всю дорогу она смеется деревня красноармейка и я ее этот как его виду туда и мы заходим она увидела ужаса сулименова и давай за меня прятаться страшно говорит как они как живые ну так какие-то они такие и я помню этот гид говорит так вот вот виктор цоек правда одежда его не настоящая горит это сама специально сделаны не настоящие вы брюки не настоящие это не его сам в смысле чтобы поклонники не не сдирали ну собственно говоря нам это не надо было для меня был важен процесс ухаживания и вот собственно говоря вот так вот все и произошло у нас для многих девушек для многих женщин самый запоминающийся момент это момент предложение когда предлагает трубка сердцем вы помните как именно это случилось прекрасно помню это замечательная история ровно месяц назад ровно месяц назад после нашего уже совместного двадцати шести или двадцатипятилетнего брака 25 лет ждала этого предложения ты мне не сделал предложение я думал неужели так так важно было города для меня было важно я пошел купил кольцо очередное кстати вот ты выйдешь за меня замуж а у нас уже пятеро детей я подумаю в один прекрасный момент мы начали говорить мы понимаешь что мы семья и как одно целое и любой успех независимо от того что сделал кто-то из нас любом случае причитается успех нашей семьи в целом как-то таким образом но это не был какой-то случайный случай мы к этому шли годами когда вот первые годы идет притирка да я я я ты 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 а ты так а я так а мои так а твои так вот это вот да и когда мы поняли что вот именно когда и мы маяками тыкаем вот здесь вот как то есть какой-то камень преткновения в этом что то есть когда мы говорим нет я права там ты не прав или что то еще или ты всегда так а я вот так как будто бы вот ты такой плохой а я хорошая и мы поняли что это ну ни к чему не приведет и раз мы решили быть семьей наверное здесь надо как-то по-другому все это решать и да и в этот момент это был не просто какой-то случай это было были детские основания на то чтобы прийти к этому и все-таки мы предложили сначала себе сами да а давай мы будем мы будем говорить прям мы потому что и теперь у нас есть такой даже даже внегласный такой как сказать закон да что если у нас все хорошо то мы оба молодцы если у нас что-то плохо то виноваты тоже оба то есть не ты не я а оба вот а когда говорят что вот вот этот вот тандем вот как вот получается что все успеваете и он и я на самом деле здесь никаких секретов нет здесь мне кажется главное главное это ну поддержка причем любая вот любая всяческая поддержка если мне что-то надо он не всегда чем я могу быть полезен чем я тебе в этом могу помочь его даже сейчас например да когда мне нужно что-то сделать для себя или для работы он несколько чем я могу быть полезен он может и с ребенком погулять и в общем ну всячески идет поддержка и помощь но также и с моей стороны если он меня о чем-то просит или я я как чем я тебе могу помочь то есть мы помогаем друг другу и поддерживаем ну наверное вот в этом наверное заключается да а так если смотреть со стороны кажется что ой так все успевают на самом деле кажется что вообще ничего не успеваем все что мы делаем мне кажется это все еще можно даже как-то делать быстрее эффективнее продуктивнее продуктивнее да поэтому тем не менее мы не останавливаемся на каких-то вещах и не оглядываемся а идем вперед 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 не хотелось конечно хвастаться да но мне кажется на сегодняшний день нашу трио к тому времени и этот рекорд никто не побил то есть мы могли давать несколько концептов стадионных и не в солянке где-то в группе со всеми один коллектив собирал стадион только один коллектив собираюсь но если в россии там может быть там ласковый май как собирают естественно по всей стране а вот группа быка она собирала стадион единственная группа которым могла собирать стадионы всегда это блин и вот на этой популярности в 2000 году я сворачиваю точки ухожу из коллектива прямо на пике популярность популярность была у нас жуткая пешеная страстная и страшная хаштас и с ней совладать было тоже непросто потому что нам тоже приходилось пройти через многое естественно помимо там отношения друг другу и помимо того что экономический какой-то у нас стоял непонятный вопрос и в целом уже это шло куда-то немножко в тупик мне хотелось немножко развиваться по-другому как-то почему посчитал что ребята самодостаточны знаете недавно у меня одна наша коллега поинтересовалась а как ты с этим как ты с тем замечательно хорошего было бы а На пике популярности я ухожу с этой группой. Собрал свой коллектив, группу Касень. Мне тогда казалось, что я мог уходить в свободное плавание. Конечно, мне было это все непросто. Я какие-то вещи, может, недопонимал, недотягивал. Но опять-таки база и школа дала мне то, что жизнь дала мне. Соединила с хорошими, качественными музыкантами. Потом пришел на замену Булат Буранов, и у нас понеслось им хорошее творчество. Затем я ушел в духовную практику. Занимался йогой, медитацией. К тому времени я начал это как раз только раскрывать, когда мне исполнилось 33 года. Отношения поменялось, мировоззрение поменялось, произошла некая трансформация. В какой-то момент я немножко это оставил, и я начал заниматься бизнесом. У меня довольно очень плохо получилось. Получалось. В 2009 году мы с супругой организовали ретро-клуб. Потом благостно закрылся. И именно в этот же день, когда он мне открывался. Это было 5 марта 2019 года. Он закрылся. В свою очередь он открывался. В 2009 году, 5 марта он открылся. Вот просто шла. Наверное, какой-то некий кармический музык. И потом у меня были определенные планы на жизнь. Я намеревался уехать на море. Через десяток лет, когда буду на пенсию, я начал писать уже книги, память на стихов. Художественную литературу начал пытаться писать. Сейчас я это и делаю по-прежнему. И я думал, что вот, ну, наверное, там через какой-то период времени уеду на пенсию и буду жить во зимой. А тут пандемия. Разница, что сидишь дома или сидишь у моря. И поэтому эта пенсия, она меня, так сказать, обогнала. И поэтому я очутился здесь и приехал в Турцию. И проживаю ныне сейчас здесь. Мы благодарны за солнце и свет. Спасибо, что есть у нас много побед. За радость, уверенность в завтрашнем дне. За счастье мы скажем спасибо тебе. Давайте все вместе скажем, друзья. Спасибо, что есть у тебя, у меня. За чистое небо, леса и поля. За космос, где вертится наша Земля. Ну, мне тоже интересно, почему вот именно в Алании действительно все приезжают. То же самое я задавалась этим вопросом. Ведь в Турции на самом деле много таких городов, да? Везде есть море. Наверное, как Ирлан говорит, у каждой страны, у каждого города есть свой эгрегор, да? Который притягивает определенные, допустим, там, людей, у кого такой же эгрегор. Возможно, возможно, но человек, кто может быть, у кого тоньше вот эта вот связь энергетическая, может быть, они тоньше чувствуют, потому что ему нравится, ему здесь хорошо. Вот. Для меня здесь, конечно, немножко другое энергополе. Я чуть-чуть... Ну, вот есть мое, не мое. Ну, вот как-то вот немножечко, как бы вот чего-то мне... Мне не хватает. Вот. А ему прекрасно здесь, очень хорошо. Наверное, вот поэтому всех творческих людей сюда что-то манит, что-то их сюда затягивает. Спасибо, спасибо, спасибо за сегодня. Спасибо, спасибо, спасибо за сейчас. Случайности на этой планете. Они не случайны. Есть определенный сценарий, есть определенный замысел. И если два человека нашли друг друга, значит, зачем-то кому-то это надо. Это есть определенная программическая задача, которую необходимо ее решить совместно, выдержать. Естественно, есть там испытания кое-каких вещей, и их необходимо пройти вместе. Опять-таки, здесь мы возвращаемся к тому, что когда приходит понимание о том, что это мы, а не я. И самое главное, это доверие друг к другу. Просто доверие элементарное во всем. И уважение. И все будет в порядке тогда. Так или иначе, иногда бывает недопонимание. Не без этого. В каждой семье. Но, на мой взгляд, и в мое понимание, необходимо помнить и знать, что вот этот весь мир и наша в то же время совместная жизнь и вообще в целом жизнь, она может по мгновению щелчка закончиться для каждого из нас. Когда мы про это будем помнить, мы будем относиться ко многим вещам намного проще и намного будет легче. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В каждой народности есть пересказки. И в каждой народности есть какие-то... В каждой сказке есть какие-то поговорки, есть какие-то подсказки. И вы знаете, как ни крути, мы в детстве с вами играли, и у нас была одна такая фраза «Хлюзда на правду выйдет». Поэтому, не кривяя душой, мне кажется, нужно жить честно, хотя бы перед самим собой. Поэтому, как ни крути, скелета не утаишь в шкафу никак. Поэтому максимально быть правдимым, воспринимать всё как есть. Значит, Богу так удобно. Поэтому рано или поздно этот лет для нас, для каждого заканчивается. Всё равно мы умираем. Поэтому есть ли смысл беспокоиться о каких-то там вещах, в плане там, когда неправильно, несправедливо, чтобы поступили, и ещё какие-то вещи там проживаешь. Есть, есть. Так, есть, так. Тоже хорошо. Спокойно. Мне так кажется. Может быть, у других людей есть своё какое-то понимание. Танец под дождём И пока сейчас Эта музыка звучит для нас Мокрые от слёз Может от дождя Не забыть мне эти глаза Танец под дождём Не напомнит грусть Где играю я осенний блюд Всё осталось где-то позади Далеко Наши разошлись с тобой пути Нас в этим мокром от дождя О-о-о-о-о-о Танцуем ты и я Танец под дождём Только мы поём Под одних танцуем с антом Танец под дождём И пока сейчас Эта музыка звучит для нас Мокрые от слёз Может от дождя Не забыть мне эти фраза Танец под дождем мне напомнит груз Где играю я осенний блюз Эй! Танец под дождем Только мы вдвоем Под одним танцуем с андом Танец под дождем И пока сейчас Эта музыка звучит для нас Мокрые от слез Может от дождя Не забыть мне эти фраза Танец под дождем Не напомнит груз Где играю я осенний блюз Танец под дождем Только мы вдвоем Под одним танцуем с андом Танец под дождем И пока сейчас Эта музыка звучит для нас Мокрые от слез Может от дождя Не забыть мне эти фраза Танец под дождем Не напомнит груз Где играю я осенний блюз Эй! Эй! Субтитры сделал DimaTorzok